Доброе утро, мои дорогие! Сегодня у меня съёмка будет, ну, грустная, грустная. Поедем мы к ребёночку, к больному. Очень нужна помощь. Вот, ну, так как я знаю, всё это дело поверхностно очень, я пока ничего вам говорить не буду. Мы уже какую-нибудь неделю к нему собираемся, всё никак не получается. Люди просили. Вот, приеду туда, тогда расскажу вам, что да как. Маленький ребёночек болеет, нужно много денег. Чтобы ребёночка на ноги поднять. Ну, так как государству нашему наплевать на нас, на всех, то кто, если не мы? Вот, приехали мы в гости к замечательным ребятам и к Мишеньке. Вот, наверное, сейчас попробуем родителей рассказать, в чём вообще заключается заболевание Мишина и что ему поможет выйти из этой ситуации. Миша болеет у нас с редким генетическим заболеванием. Спинальная мышечная атрофия первого типа геогинга Гохмана. Это младенческая форма, самая ранняя, самая тяжёлая форма. Суть заключается в том, что Миша остается в людьми, которые отвечают за выработку белков для развития мышц. Самые тяжёлые последствия этой болезни заключаются в том, что постепенно у него атрофируются все мышцы. И самое главное, он перестаёт дышать и приводит это к питанию. В возрасте 8 месяцев, когда у Миши подтвердился этот диагноз, мы начали, скажем, подействовать. На тот момент мы знали только про спинразу. Это средство, да, такое? Да, это препарат, который у нас был на тот момент зарегистрирован. На тот момент даже ещё не был зарегистрирован в Россию. Но программа, но компания, которая его разработала, Биоген, запустила в России программу раннего доступа, буквально на 40 деток. И мы попали под эту программу, и Миша начали колоть пинразу в сентябре. Последний из деток попал в большинство. Самый последний попал в эту программу. Вот у нас осталось ещё 2 укола. К сожалению, вот эта спинраза, да, она не помогает. Она всего лишь поддерживает то состояние, в котором был Миша. На самом деле, это неплохо, потому что обычно детки в таком возрасте уже находятся на искусственной вентиляции легких. Да, Миша у нас самостоятельно сейчас дышит. Опять же, вот этот... Бесплатно то, что нам на год выделили, да, да, в июне он заканчивается, с последним пол там в июне, и дальше всё равно придётся платить за это лекарство даже. Первый год 6 уколов составляет 40 миллионов долларов, да? Да, 7 миллионов рублей. Да, и каждый последующий год, это порядка от 20-22 миллионов рублей. То есть, один укол там стоит 7-8 миллионов рублей, ну, в зависимости от того, где делать. Надо в год колоть 3 укола. Каждые 4 месяца. Каждые 4 месяца, да. Пожизненно. Да, ну вот в мае 2019 года зарегистрировали в Америке препарат Золженсма. Этот препарат действует совсем по-другому. То есть, он полностью заменяет ген, который отсутствует у Миша. Вот. И, скажем так, Миша сможет жить полноценно в жизни. Да, у нас есть хорошие примеры. В России первой девочке у нас сделали укол. Вот это Золженсма, это Катя Рубцова из Москвы. Она уже проходит реабилитацию, стоит, ходит, держит голову. Она до этого укола лежала, не шлила ручками, не голову не держала, да. На данный момент она уже самостоятельно в корсете ходит, но уходит пока нет, держит голову. То есть, это... Такой результат. Да, хороший результат. Результат уже на второй день после ввода уколчика. Уколчик Золженсма вводится внутривенно, в течение часа. Один уколчик на всю жизнь. А спинраза, она пожизненная, делается, вот этот уколчик позвоночник ребенка. То есть, это довольно болезненная процедура. Делается под общим наркозом. Пожизненно. Для маленьких детей это тоже очень тяжело. Конечно. И плохо влияет на организм, скажем так, что он работает. Ну, Миша такой активный. Он картинки смотрит, говорит чего-то на своем языке. Так, картинки я люблю, да, Миша? Повестаться. Посмотрел, кто там? Кто там? Он еще разрушил. У меня все равно видит, опять писали, только с аппаратом. И сколько все это будет стоить удовольствия? Сам препарат, вот этот Зоон Женсман, повторюсь, что он зарегистрирован только в Америке и стоит он 2 миллиона 125 тысяч долларов. Это только сам препарат. Да, счет из клиники, которую она выставила, он на 2 миллиона 400 тысяч долларов. В этот счет включено анализы. До уколчика нужно будет еще лежать в этой клинике 3 недели. У Миши будет брать анализы. И там пару дней после. И потом еще 3 месяца, там раз в неделю нужно будет приходить в клинику, сдавать анализы. Это время в США. Все это время находиться в США, то есть снимать жилье, соответственно. Ну, мы на это время не собираем, как мы. Самая дорогая лекарственная. Я обмирю. Как раз животное пришло. Кстати, взаимодействие до животного у него должно быть. Чанга-чанга. Ну, меня не смотрят. Иди сюда, партиз. Ты сейчас Мишу уронишь. Скажи, папа, подсоберися. Мишуля! Миша! Мишуль! Мишуль, не обижайся. Кот, выйди пока. Потерпи, да? Потерпи. Мишка! Миша, смотри его свой. Миша! Миша! Миш! Миш! А можно вы чанга-чангу дайте, Мишка? Фотосессия для Фонда. Это не просто так, мы над ребенком издеваемся. Мишуля, вон она, твоя мама. Вон она, мама твоя. Ну что, мои дорогие, вернулась я. Оказывать я себя не буду, потому что я вся... Я не могла, я всю дорогу ревела, пока меня Ольга везла домой. Я вся распухшая, красная. А сейчас приехала, кровололечку выпила. Господи, за что такое людям? За что маленькому ребенку такая беда? Ведь если не соберут деньги, он до двух лет не доживет. Не дай Бог детей хоронили, Господи. Хоть бы собрали деньги ему. Пусть бы жил маленький человек. Ну что вот это вот? Да, деньги огромные, но... Вот так подумать-то для... Даже для нашей страны. Больше пропивают, прокуривают. Сразу прошу, не пишите, что это какой-то развод, чего-то это. Весь Мурманск знает про этого Мишеньку Жукова. И все, и в фонде сейчас там расчетный счет им дали. Я под видео выложу, конечно. Ну, вернее, не я, я отправлю Сашу. Она смонтирует, выложит. Потому что я не могу, у меня прям все. Ой, как же жалко, и как хочется, чтобы мы помогли. Я понимаю, что тысячи, сотни тысяч больных детей, все понятно. Когда вот так вот за ручку его возьмешь. Боже, ну-ка. Так хочется, чтобы он жил. У меня огромная просьба к вам, пожалуйста. Поделитесь. Сделайте репост этому видео. Пусть побольше людей узнает. Может быть, все-таки помогут. Может быть, может, соберут денег маленькому. Пожалуйста, мои дорогие, ну, пожалуйста. Я понимаю, что с деньгами туго у всех. Но хотя бы вот видео поделитесь. Сделайте репост. Ладно, не могу я. Пока. Пока-пока, мои хорошие. Пока-пока, мои хорошие.